То есть попробуем записать наш текст в удобном виде, потому что много текста не совсем удобно воспринимать. Цифры, особенно задачи. Так, значит, ковбой в пик попадает муха на стене с вероятностью, если он стреляет из пристреленного револьвера. Значит, у нас есть уже пристреленные револьверы и, соответственно, непристреленные револьверы. Так, и вероятность попадания. Тут у нас будет вероятность попадания. Вероятность попадания. То есть я в виде таблицы попытаюсь это сделать. Значит, если он попадает 0.8, если стреляет из пристреленного револьвера, это вот 0.8 сюда рисуем. Если пик стреляет из непристреленного револьвера, то он попадает с вероятностью 0.3 в муху. 0.3. Вот так сказано, да? Дальше. На столе лежит 12 револьверов. Из них только 3 пристреленных. Значит, мы вот здесь сейчас запишем вот так. И он наугад будет из того, либо из того стрелять. Значит, здесь у нас вероятность, а вот есть еще такое понятие доля. Доля. Какой процент, да, вот револьверов. Мы вот здесь запишем доля револьвера. Значит, доля пристреленных револьверов. Давай посмотрим. Значит, если всего 12, 3 пристреленные только, да? Значит, доля пристреленных револьверов 3 двенадцатых у нас будет. А остальные, соответственно, не пристреленных у нас получаются 9 двенадцатых. Из 12 остальные 9 не пристреленные. Значит, ковбой Пит видит на стене муху. На удачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Вот. Задача похожа. Опять, на что? Значит, есть опять несовместные события. Значит, надо найти вероятность промаха, да? Что он промахнется. Промахнется. Значит, смотри, что у нас получат. Но промахнуться-то может, это вот у нас вопрос задачи, да? Промахнуться он может как из того, так и из того пистолета, да? У нас опять есть понятие несовместные события. То есть, он либо из этого будет стрелять пистолета, либо из этого. Не может одновременно из того, из того. Поэтому у нас будет сумма несовместных вероятностей несовместных событий. То есть, одновременно они не могут наступить. Ну и, соответственно, у нас здесь должна быть промах из пристреленного и промах из непристреленного пистолета. Значит, как мы здесь будем искать? Можно сделать здесь таким образом пойти. Можно таким образом пойти. Даже двумя путями. Мы можем вот так. Вот у нас здесь есть уже кое-какие данные. Значит, соответственно, смотри, вот это вероятность попадания, да? А вероятность промаха будет наоборот. То есть 0,2, например, да? Давай я сюда допишу. Промах, да, это вот вероятность промаха. Здесь, если он попадает с вероятностью 0,8, то промахивается с вероятностью 0,2. Если попадает с 0,3, то промахивается с вероятностью 0,7. То есть в сумме он либо попадет, либо же промахнется, то и то. Значит, в сумме это должно быть единица. Поэтому... Ну и все. Значит, чтобы промахнуться из пристреленного револьвера, мы должны что сделать? Мы можем даже вот здесь записать. Раз, проведем. То есть мы вот это должны умножить на вот это. Да? Если мы их перемножим, значит, промах из револьвера, да, соответственно. То есть 0,2, если я умножу, да, вот так умножу, то получу здесь, соответственно, вот такое, ну давай я так только запишу, 0,2, 0,2 я умножаю на 3,12. И, соответственно, здесь тоже умножу, получу 0,7 плюс, умножу, точнее, на 9,12. То есть это промах из пристреленного револьвера, а это промах из непристреленного револьвера. То есть, они спрашивают вероятность промаха. Ну, осталось только посчитать вот здесь, да? И потом это все сложить. Давай здесь посчитаем сразу. Так, ну тут сократим. Так, это у нас 2 на 6. Двойки ушли. И еще 3 на 2. Твойки ушли. Остается тут что? 1,20, да? 1,20. Так, а здесь у нас получается... Так, 12 это у нас 3 на 4, а 9-ка это 3 на 3. Тройки уйдут. Останется... Тут 4, здесь 3, да? Останется. Все, больше ничего не сокращается. Будет 7 на 3. Будет 21. 21, здесь будет 40-х. Так, все, останется нам сейчас сложить эти два. Останется. Так, все, что мы складываем. Вот, мы складываем. Вот, мы складываем. Вот, это плюс это. И у нас получается, по сути, 1,20 надо прибавить. 21, сороковая. Ну, тут умножим на 2, для удобства. 2 сюда и сюда. Так, получается у нас 2 плюс 21, 21, 40-х. Это будет 23, 40-х, да? 23, 40-х. Можно сюда. Ну, осталось превратить это только в десятичную дробь. Ну, домножением, наверное, не получится. Пока-не-менее так сразу не вижу. Наверное, проще поделить столбик. Давай просто поделим. Так, 0, соответственно, 230. Это у нас 5 будет, да? 200. Так, 30. Дальше. 300 на 40. Это будет... Сколько там? 7, да, наверное? 7. 280. Так. И осталось... Что у нас осталось? 20. Ну, и еще 200. На 40 будет... 5. То есть, наш ответ получился 0, 5, 7, 5. Так, значит, еще раз в двух словах. Мы находили вероятность промаха, а значит, промах либо из перестреленного, либо из непрестреленного. И по отдельности и считаем. Промах на долю револьвера. И тут тоже промах на долю револьвера. Умножаем и потом просто складываем. То есть, ничего такого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...